Я предложил рассмотреть часть философии логического атомизма Бертрана Рассела, работы философии логического атомизма. Мне кажется, в этой работе Рассел достаточно ясно и достаточно полно представляет некоторые идеи, которые в других его работах или менее полно, или менее ясно выражены. Может быть, это связано с тем, что философия логического атомизма, как я понимаю, была циклом лекций, которые Рассел прочитал и отвечал на вопросы после каждой лекции. Может быть, из-за этого получилось более понятно, а иногда и более полно, чем в других работах. И прежде всего меня интересуют три параграфа, или три главы, хотя мы взяли четыре главы. Это пятая глава «Общие пропозиции существования». Шестая глава «Дескрипции и неполные символы». Седьмая глава «Теория типов и символизм. Классы». Ну и, наконец, восьмая глава «Экскурс в метафизику. Что это такое?» Вот главы пятая, шестая и седьмая составляют, мне кажется, основу того, что Рассел в данной работе называет философской грамматикой. Ну и прежде всего философская грамматика позволяет нам корректно говорить о существовании или несуществовании чего-либо. О некоторых сущностей. Сущностей различного типа. Вот этим интересна философская грамматика. А глава восьмая «Экскурс в метафизику» – это уже, ну, как бы приложение той самой философской грамматики. И приложение, взятое в достаточно узкой области, то есть Рассел преимущественно акцентирует внимание, во-первых, на приложении философской грамматики к проблемам логического атомизма, и, во-вторых, приложение философской грамматики к проблемам нейтрального монизма, который на него, видимо, оказал влияние, положительно им воспринимается вслед за Уильямом Джеймсом. Значит, в основном я буду говорить по главам пятой, шестой и седьмой, потому что касается философской грамматики. Итак, если мы берем пятую главу, она называется «Общие пропозиции и существование». Ну, вот, как бы у Рассела присутствует с одной стороны, и некоторый взгляд – это основное на общие пропозиции с точки зрения проблемы существования, а с другой стороны присутствует и некоторое разделение между общими пропозициями и пропозициями о существовании. Рассел начинает с того, что для общих пропозиций утверждения и отрицания безразличны. Ну, то есть, если мы, допустим, берем утвердительное высказывание, ну, например, «Все кошки серы», то оно вполне эквивалентно некоторому отрицательному высказыванию, а именно, некоторые кошки, неверно, что некоторые кошки не являются серыми. Поэтому мы всегда можем заменять утверждение на отрицание или отрицание на утверждение, если мы берем общие пропозиции в таком смысле, что включаем в объем общих пропозиций, как пропозиции с квантором общности, так и общие пропозиции с квантором существования. Утверждение и отрицание становятся безразличны для общих пропозиций. Но в то же время, если утверждение и отрицание безразличны, утвердительный характер или отрицательный характер связки безразличны, то не безразлично то, что общие пропозиции утверждают, могут утверждать о существовании. Общие пропозиции в узком смысле слова, общие пропозиции с квантором общности по Расселу не утверждают, чего бы то ни было о существовании. Препозиции с квантором общности должны интерпретироваться как незатрагивающие существования, не утверждающие существования чего-либо. И в связи с этим, если мы пытаемся утверждать существование чего-либо, необходимо добавлять отдельную пропозицию, общие пропозиции. То только так возможно утверждение существования чего-либо. Это касается общих пропозиций в узком смысле слова, с квантором общности. Но это, конечно, не распространяется на пропозиции с квантором существования. То есть пропозиции с квантором существования должны интерпретироваться как затрагивающие существования. Далее встречается на 169-й странице интересное размышление. Рассел говорит, что любые общие утверждения о всех элементах некоторого класса, не имеющего элементов, являются истинными. Это очень интересно и очень забавно. Значит, утверждения о всех элементах некоторого класса, не имеющего элементов, являются истинными. Поскольку высказывания, противоречащие любому общему высказыванию, утверждают существование, а стало быть, в этом случае являются ложными. Ну и мы автоматически, таким образом, получаем истинность всякого утверждения об элементах класса, не имеющего элементов. Для того, чтобы объяснить, что общие пропозиции в узком смысле, то есть с квантором общности не затрагивают существование, Рассел обращается к традиционной силлогистике и рассматривает такой модус, как модус дарапти. Приводит такой пример. Все химеры являются животными, все химеры извергают пламя, следовательно, некоторые животные извергают пламя. По мнению Рассела, здесь мы имеем как раз ошибку логического типа. Можно было бы подумать, что у нас что-то с посылками не так. Ну, например, не все химеры извергают пламя, но Рассел не подвергает сомнению посылки. Это интересно и это показательно для его философской позиции, которую он будет трактовать в последней главе. Значит, здесь именно логическая ошибка по Папараселу, а не какая-то фактическая ошибка, касающаяся той или иной посылки. Данный модус оказывается ошибочным. Он иногда дает ложные выводы при истинности обеих посылок. Рассел, как Рассел это объясняет, обращаясь к философской грамматике, он утверждает, что истинность общей пропозиции эквивалентна истинности всех значений пропозициональной функции. Значит, если у нас пропозиция с квантором общности, то это эквивалентно тому, что мы имеем истинность всех значений, построенной из данной пропозиции пропозициональной функции. Пропозициональная функция строится просто. Мы заменяем определенные конституенты некоторыми переменными, неопределенными конституентами. И у нас возможны следующие случаи пропозициональной функции. Пропозициональная функция может называться необходимой, когда она истинна всегда, при всех значениях. Пропозициональная функция может называться возможной, когда она истинна иногда, при некоторых значениях. И пропозициональная функция может называться невозможной, когда она не истинна никогда, не при одном значении. Это очень интересно тем, что здесь мы имеем некоторую необычную трактовку необходимости, возможности. Особенно последняя трактовка возможной пропозициональной функции вызывала в дальнейшем дискуссии, и Райсел пытался объяснить, в каком он смысле говорит о возможности пропозициональной функции. И как бы стандартные значения необходимости и возможности в данных случаях оказываются лишь некоторыми следствиями из этой более фундаментальной конструкции относительно пропозициональных функций. Ну и Райсел отмечает, что очень много ложной философии вытекает из вмешения пропозициональных функций и пропозиций. Вот и если мы переходим к традиционной трактовке модальности, модальность необходимости, возможности и невозможности, то эти модальности должны трактоваться как свойства пропозициональных функций, а не как свойства пропозиции. А не как свойства пропозиции. У пропозиции есть только два значения – истинность и ложность, но мы не можем, значит, применительно к пропозиции напрямую использовать необходимость, возможность или невозможность. Еще хуже по Райселу, если соответствующие свойства, возможности, необходимости приписываются даже не пропозиции, а индивиду. Ну вот, надо сказать, что последнее, вроде бы достаточно очевидно говорить о возможных и, так скажем, необходимых индивидах. Мы способны только тогда, когда принимаем, ну, некоторый, так скажем, неклассический инструментарий логического анализа. Мы видели, что можно говорить о возможных индивидуах, Тимоти Вильямсон, например, нам это хорошо разъяснил и некоторые другие авторы. Но соответствующий выход является выходом уже за рамки классической логики в том или ином отношении. Для меня показалось более важным разграничение между пропозициональными функциями и пропозициями. Ну, как бы, я признаюсь, сам не всегда отдавал себе отчет до прочтения данной работы Бертрана Рассела, что модальности, необходимости и возможности не могут использоваться и применительно к пропозиции. А вот Рассел это очень хорошо показывает, что к пропозициям, имея в виду классическую логику, мы их тоже не имеем права использовать напрямую. Ну, вот, в частности, чтобы подвести к этому, Рассел использует интересный пример. С моей точки зрения он говорит, что высказывание «Сократ смертен» не противоречит высказыванию «Сократ бессмертен». Это вроде бы странно, вроде бы «Сократ бессмертен» должно противоречить «Сократ смерти». Но на самом деле оно не противоречит Парасселу, если только бессмертие трактуется как затрагивающее существование в течение всего прошлого и в течение всего будущего. Это примерно страница 171. Если бессмертие трактуется таким, абсолютным образом, то тогда действительно мы не имеем противоречия между «Сократ смертен» и «Сократ бессмертен». А если же бессмертие трактуется как затрагивающее существование в течение всего будущего, то мы получаем сложную конструкцию следующего вида. Существует такой момент времени Т, что если Т1 в любой момент времени, наступивший позднее Т, то «Сократ жив» в момент времени Т1. Это будет обозначать «Сократ бессмертен» уже во втором случае, когда бессмертие трактуется как привязанное ко времени. И в этом случае мы можем действительно построить противоречие между «Сократ смертен» и «Сократ бессмертен». Неопределённая конституента в пропозициональной функции – это то же самое, что переменная. И вот категория существования объясняется как раз через, корректно объясняется только через пропозициональную функцию. Когда вы берёте какую-либо пропозициональную функцию и утверждаете, что она возможна, но это то же самое, что она иногда истинна в рамках Расселского понимания возможной пропозиции. Иногда истинна. Последнее даёт вам фундаментальное значение существования, говорит Бертран Рассел. Существует по крайней мере одно значение «Х», для которого данная пропозициональная функция является истинной. Это и есть как раз утверждение о существовании, которое является свойством пропозициональной функции. Мы получаем понятие существования из понятия «иногда», совпадающее с понятием «возможного». Ну, если хотите, «возможного» в кавычках, в том смысле, в котором с ним Рассел работаем. И утверждать, что некоторое «А» существует, эквивалентно утверждению, что пропозициональная функция «Х» есть «А» является возможной. Опять же, «возможной» и в кавычках, значит. И ещё один интересный момент. Оказывается, существование вполне себе является предикатом. Вполне себе является предикатом. Но в каком смысле? Существование является предикатом пропозициональной функции или производно от этого класса. Значит, говорить о существовании или несуществовании действительных вещей одинаково бессмысленно. Если мы берём какие-то индивидуальные вещи или действительные вещи, то одинаково бессмысленно как говорить о их существовании, так говорить о их несуществовании. Поскольку здесь о существовании мы можем говорить лишь как о предикате пропозициональной функции или класса, о предикате второго порядка, о второго порядка. А говорить же о существовании как о предикате первого порядка, применительно к действительным вещам, индивидуалям, партикуляриям или как ещё угодно, это одинаково бессмысленно. Далее. Недопустимо говорить «это предмет мира» и, следовательно, это существует. Ну, здесь мне вспомнился сразу аргумент Джорджа Эдварда Мура, когда Мур поднимал свою руку и говорил, «Я знаю, что это моя рука, я знаю, что моя рука – вещь или предмет мира». Следовательно, существует, по крайней мере, один предмет мира. Парасилу это будет нарушением философской грамматики. Никакого следования между «это предмет мира» и «это существует» не имеется. Произойдёт то недопустимое, то страшное, что мы только что исключили. И мы станем применять предикат существования к индивидуальности, типа моей руки или ещё чего-то. Но можно сказать, что, допустим, предметы, имеющие место в мире, существуют. Здесь уже у нас не индивидуальность какая-то, есть некоторая функция предмета, имеющая место в мире. И здесь уже корректно приписывать предикат существования. Мы можем построить соответствующее выражение в качестве… Оно имеет форму некоторой пропозициональной функции с предикатом существования. Далее. Рассел отмечает. Вы способны знать пропозицию о существовании, не зная ни одного индивида, делающего данную пропозицию истинной. Пропозиции о существовании ничего не говорят о фактических индивидуумах, но только о классах или функциях. Ну, это как бы некоторое пояснение или дополнение. Получается, мы можем совсем не знать ни одного индивида, но если у нас правильно строятся пропозициональные функции, там и квантификация этих пропозициональных функциях, то о существовании мы вполне можем говорить, не зная ни одного индивида. И Рассел отмечает. Если придерживаться обыденного языка, то сделать эту точку зрения ясной и исключительно трудно, поскольку обыденный язык укоренен в некотором чувстве относительно логики. То есть, что здесь имеется в виду? Я предполагаю, что это можно так же интерпретировать, как расхождение между, собственно, логикой, допустим, в качестве философской грамматики и грамматикой естественного языка, который нам навязывает нечто иное, чем, собственно, логика или философская грамматика. И если придерживаться обыденного языка, поэтому сложно понять ту точку зрения, которую пытается обосновать Рассел. Единственный способ – это изобрести новый язык. Так, новый язык. И тогда мы можем записывать высказывания о существовании, как х есть а является возможным, либо х есть а является иногда истинным. Это уже будет некоторый искусственный язык в нашем разговоре о существовании, ну или несуществовании чего-либо. И вслед за этим Рассел утверждает на 174-й странице о необходимости признания общих фактов и фактов о существовании. Эти общие факты и факты о существовании ведут себя аналогично пропозициям. Рассел отмечает, что общая пропозиция или общие пропозиции в целом не выводимы из частных пропозиций. Мне кажется, что я говорил бы примерно о том же, когда отрицал возможность превращения бесконечной конъюнкции частных пропозиций в высказываниях с квантором общности. Общие пропозиции не выводимы из частных пропозиций. Общая пропозиция может быть получена только тогда, когда в посылках уже имеется общая пропозиция. То есть, утверждения с квантором общности, допустим, все х есть то-то и то-то, могут быть получены только тогда, когда у нас этот квантор общности присутствует в какой-либо из посылок уже. И от этого Рассел приходит к тому, что должно быть, должно существовать некоторое примитивное знание общих пропозиций. Ну, например, когда вы говорите о том, что вещь является непрерывной, существует непрерывно во времени, то у вас неявно присутствует предположение так, у вас присутствует предположение, что ну, здесь Рассел высказывает отрицательное высказывание, хотя мы знаем, что безразлично отрицательное и утвердительное. Ну, давайте я зачитаю, как если вещь не явлена вашим чувством, то и ее нет, то и ее нет. Это как бы пример некоторой примитивной пропозиции, на которой базируются наши знания о тех вещах, которые нас окружают, которые сохраняют постоянство во времени и так далее. Что же относится к общим фактам и к фактам о существовании? Ну, вот Рассел приводит высказывание «Все люди смертны», и это высказывание как бы указывает на некоторый общий факт. «Люди существуют», это высказывание также указывает на некоторый факт, но уже в данном случае факт о существовании. Пропозициональные функции привходят через факты о существовании и служат для описания общих фактов. В то же время, хотя Рассел вводит вот эти немножечко странные сущности типа общих фактов и фактов о существовании, он предпочитает не углубляться в их объяснение и пишет, что «Я не претендую на знание того, что представляет собой правильный анализ общих фактов». Это сказано на странице 175. Хотя пропозициональные функции дают удобную техническую трактовку, не так. Хотя пропозициональные функции дают удобную техническую трактовку, данный анализ не совсем правилен. На странице 176. Но он не пытается, видимо, построить правильный анализ, пригодный для этих самых общих фактов. Следующий момент. Рассел пишет, «Всякая логическая пропозиция состоит всецело и только из переменных». Вот что такое чисто логическое высказывание, что такое чисто логическая пропозиция. «Всякая логическая пропозиция состоит всецело и только из переменных». Хотя и неверно, что всякая пропозиция, которая всецело состоит из переменных, является логической. Ну вот к логическим пропозициям мы переходим через обобщение. Например, начинаем с высказывания «Сократ любит Платона». Строим функцию «Х любит Платона». Далее «Х любит Икс», «Х в отношении Р». «Х любит Игрек» и «Х в отношении Р к Игрек». Таким образом мы добрались до логической пропозиции. Но обратное неверно. Если мы имеем нечто, состоящее только из переменных, то это не обязательно логическая пропозиция. Логические пропозиции можно рассматривать как пропозиции о формах. Говорит Рассел на 178-й странице. Форма не может быть конституентой пропозиции. Понятие конституенты в данном тексте достаточно, так скажем, недостаточно прояснено, но, как я понимаю, конституенты – это то, что имеет некоторую жесткую привязку к обозначаемому, к обозначаемому, либо к некоторым индивидам, либо к некоторым фактам и тому подобное. Значит, форма не может быть конституентой пропозиции, но она, вероятно, может быть конституентой общего высказывания о пропозициях, имеющих эту форму. Поэтому, я думаю, пишет Рассел, возможно, чтобы логические пропозиции могли интерпретироваться как пропозиции о формах. Далее он приводит иллюстрации пропозиции, которые могут быть выражены на языке чистых переменных, но не являются пропозициями логики. Вот некоторые примеры. В мире существует, по крайней мере, одна вещь. Данное высказывание может быть выражено как х равен х является возможной. Ну или пропозиция х равно х, а точнее не пропозиция, а пропозициональная функция, точнее, х равно х является возможной. или иногда истинной. Это и будет, так скажем, формализацией для высказывания. В мире существует, по крайней мере, одна вещь. Но почему же пропозициональная функция х равно х является возможной или иногда истинной не является пропозицией чистой логики. Потому что мира элементарно может не быть. Мира элементарно может не быть. И истинное значение нашего высказывания, что пропозициональная функция х равно х иногда выполняется, остается неопределенное, оно может быть и истинным, и ложным, и значит перед нами не пропозиция чистой логики. Хотя мы перевели это в формальный разговор о переменных, входящих в некоторую пропозициональную функцию. Другой пример. В мире имеется ровно n, где некоторое конкретное число объектов. В данном случае мы тоже можем построить чистую форму, некоторую пропозициональную функцию типа х равно n, но это не будет пропозиции чистой логики. Помимо этого, значит, мы имеем также в качестве примера нелогических пропозиции некоторые аксиомы, относящиеся к математике. В частности, аксиома мультипликативности и аксиома бесконечности, они также по Расселу не являются пропозициями логики. Рассел пишет, что все, что является пропозицией логики, должно в том или ином смысле быть подобным тофтологиям. Мы знаем пропозиции логики априори. Ну, и мне кажется, здесь мы замечаем влияние Витгенштейна на позицию Рассела, видимо. И таким образом характеристика логических пропозиций, как состоящих только из переменных, необходимо, но недостаточно для определения логических пропозиций. В заключении данной главы, глава общая пропозиция существования нами рассматривалась, идет дискуссия. И в этой дискуссии Рассел поясняет своим слушателям, что слово существования неприменимо к индивидам, что вас запутывает язык, что логически некорректно говорить, все вещи существуют, следовательно, все вещи существуют, это и есть вещь, следовательно, это существует. ну и мне кажется, здесь мы видим ошибку аналогичную уже приведенной ошибке с химерами. Все химеры есть огнедышащие животные, следовательно, некоторые животные являются огнедышащими. ну и конечно же поскольку слово существование неприменимо к индивидам, то некорректным с логической точки зрения оказывается высказывание я существую. Я существую. Если ябе берется как некоторая привязка к определенному индивиду, если я выступаю как имя собственное некоторого индивида и тому подобное. Я существую тогда логически некорректно. Следующая глава, глава шестая называется «Дескрипции и неполные символы». Ну вот в чем различие содержания, основное различие содержания этой главы о «Дескрипциях и неполных символов» от главы об общих пропозициях и существованиях. В данной главе пишет Рассел речь пойдет о существовании отдельных объектов в то время как в главе общей пропозиции существования говорилось о существовании видов вещей. Дескрипции позволяют нам говорить о существовании отдельных объектов. Дескрипции являются неполными символами, которые могут использоваться для обозначения индивидуальных объектов. В метафизике часто встречаются пропозиции, в которых используются определенные дискрипции в качестве неполных символов. И ошибка в отношении существования отдельных вещей вполне аналогична той ошибке, которая возникает в отношении существования видах вещей. Один из способов выявления данной ошибки это вопрос о той же пропозиции с неполным символом в случае ее ложности. например, если мы берем я существую, то мы должны спросить себя, что означает ложность пропозиции я существую. Это хороший способ установления нашей ошибки, что обозначает ложность соответствующей пропозиции. допустим, я существую, Маша существует, первый космонавт существует и так далее и тому подобное. у пропозиции не может быть конституенты, которая вообще ничего собой не представляет. Мне кажется, это архиважно, что у пропозиции не может быть конституенты, которая ничего собой не представляет. В высказывании, если мы высказывания понимаем в некотором грамматическом или логикограмматическом смысле, конечно же, возможны такие части высказывания, которые ничего собой не представляют, ничего не обозначают, но если мы опускаемся на уровень пропозиции, то есть говорим о действительной логической форме сказанного нами, то дело обстоит совершенно иначе. Если мы говорим о пропозициях, это не то же самое, что если мы говорим о высказываниях и о частях высказываниях. Ну, как бы отношения между пропозициями и высказываниями можно ли легко пояснить? Допустим, мы говорим, что говорим, что Москва, допустим, западнее, чем Екатеринбург, это некоторое высказывание, или говорим, что Екатеринбург восточнее, чем Москва, это другое высказывание, у них свои части есть, у каждого. но мы не можем сказать, что пропозиция, выражаемая данными высказываниями, пропозиции, выражаемые данными высказываниями, это разные пропозиции, это одна и та же пропозиция. И когда мы говорим о частях пропозиции, то невозможны такие конституенты, которые ничего не обозначают. А когда мы говорим о частях высказывания, то вполне возможны такие части высказывания, которые ничего не обозначают. Конституента пропозиции должна что-то представлять, но она не является именем вещи. Она не является именем вещи. Ну допустим, мы утверждаем, что Рамул существовал или Рамул не существовал. В данных случаях Рамул это не имя, а пропозициональная функция. Аналогично я думаю можно рассматривать тот пример, который я приводил я существую. Мы можем трактовать я не как имя, а как некоторую пропозициональную функцию. В этом случае мы можем говорить о том, что пропозициональная функция пытается нам указать на некоторый тип объектов, имя, это не имя, которое указывает на индивидуале или на индивиды, как лучше не знать. В случае именования, если именуемого не существует, то может быть и имени этого именуемого. но в случае пропозициональных функций мы имеем иное, и если не существует обозначаемого, то может существовать эта самая пропозициональная функция, которая пытается нам что-то обозначить. Любая пропозиция, включающая дескрипцию, на самом деле вводит пропозициональную функцию, включающую описание, пишет Райсел на странице 182. В данной главе речь идет об определенных дескрипциях, и для определенных дескрипции не необходимо, не является необходимым, чтобы она описывала индивидуум. Определенные дескрипции могут описывать предикат, определенные дескрипции могут описывать отношения или что-то еще. Имя же это простой, не имеющий частей символ, который применяется к чему-то, что трактуется как некоторый индивид. Ну, что трактуется как некоторый индивид, хотя на самом деле оно может и не быть индивидом, но главное, что мы его трактуем как некоторый индивид. Знать значение имени значит знать к чему оно применимо. Если бы описание было именем, имеются ввиду определенные описания, то оно бы не зависело ни от каких фактов в мире. Не зависело бы ни от каких фактов в мире, кроме именования чего-то данным именем. Но это не так. Допустим, если мы берем первый космонавт, то это зависит от событий, от успехов Советского Союза и других фактов в мире. Но если мы берем Юрий Гагарин, то имя Юрия Гагарин не зависит от успехов Советского правительства. В деле освоения космоса. Если имя будет использоваться как имя, а не как описание, пропозиция все еще будет тавтологией. Само имя есть просто способ указания на предмет и не входит в то, что вы утверждаете. Момент важный с моей точки зрения. То есть имена не входят в то, что мы утверждаем. Так, в дальнейшем это немножечко прояснится. Когда подставляется имя вместо дискрипции, всегда образуется отличная от исходной пропозиции. Пропозиция с неизбежностью иная логическая форма у нас получается иная. И при этом возможно даже изменение истинностного значения. Рассел в общем-то это демонстрирует на своем знаменитом и обычном видимо его текстах примере, что Георг такой-то желал знать является ли Скотт автором Веверле Веверлея Так Значит если бы мы подставили вместо дискрипции автор Веверлея какое-нибудь имя например Скотта можно обозначить по фамилии как сэра такого-то и такого-то то это была бы другая пропозиция и она бы оказалась ложной потому что Георг четвертый не желал вовсе этого знать он желал знать другое Так Вот Значит в случае имен мы всегда получаем тождество а если у нас есть хотя бы одна а может быть и две дискрипции имеется ввиду определенных дискрипций то тождество которое выражается данной пропозиции нет автологичного нет автологичного Когда определенная дискрипция входит в пропозицию то не имеется никакой конституенты данной пропозиции которая бы соответствовала данной дискрипции Вот чтобы добраться до пропозиции я так понимаю мы должны дальше анализировать логическую форму пока мы не исключим соответствующие дискрипции получив подлинную форму нашей пропозиции конституент соответствующих дескриптивным фразам поэтому нет а подлинными конституентами пропозиции должно быть то же самое что подлинные конституенты соответствующих пропозиции фактов соответствующего пропозиции факта после этого после выяснения значит этого Рассел предлагается в разговоре о существовании отказаться от временных форм то есть существовал будет существовать ну как я понял это чисто технический прием потому что в дальнейшем Рассел не настаивает вовсе не настаивает на том что мы всегда должны отказываться от использования временных форм глагола существуют и если мы анализируем пропозициональную функцию включающую определенную дескрипцию то очевидно должны быть два условия выполнены она должна быть истинной по крайней мере для одного икс второе она должна быть истинной самая большая для одного икса по крайней мере для одного икса это мы уже знаем как надо правильно называть по Расселу это называется возможной пропозициональной функции а второе условие самое большее для одного икса задается элементарно как это задается в математике если я не ошибаюсь даже в школьной математике мы должны ввести вторую переменную помимо икс игрек и утверждать что всякий игрек выполняющий данную функцию тождественен икс который выполняет данную функцию это элементарная математика ну и Рассел дает формулировку объединяющую оба этих условия пропозициональная функция икс написал Веверля тождественно а пропозициональная функция вот такого вида икс написал Веверля тождественно с икс есть с чем бы ни был икс это пропозициональная функция которую я только что назвал возможно относительно с икс написал Веверля тождественно с икс написал Веверля тождественно с икс есть с чем бы ни был икс возможно относительно с я немножечко соврал в таком случае автор Веверля благополучно исчезает о нем ничего не говорится и мы получили тот самый вожделенный анализ логический до самой пропозиции до корректной формы нашей пропозициональной функции где никакой определенной дискрипции уже и в помине нет когда я говорю автор Веверля существует я имею ввиду что имеется сущность ц такая что икс написал Веверля истинно когда икс есть ц и ложно когда икс не есть ц вот ну и опять же дискрипция не может быть конституентой если бы дискрипция была конституентой пропозиции то невозможно было бы сформулировать отрицательное экзистенциальное высказывание вот и Рассел дальше поясняет что такое первичное вхождение и что такое вторичное вхождение дискрипции ну например если мы говорим автор Веверля существует это будет первичным вхождением дискрипции автор Веверля а если мы говорим я убежден что автор Веверля существует это будет примером вторичного вхождения дискрипции автор Веверля Это важно для оценки истинности или ложности тех пропозиций, с которыми мы работаем, как это будет указано в дальнейшем. Когда указываются реальные свойства, первичное вхождение чего-либо, тогда высказывание о существовании является частью этой пропозиции. Например, мы говорим, что кто-то является реально лысым. В этом случае в нашей пропозиции на самом деле присутствует и высказывание о существовании этого самого, который является реально лысым. Что он существует в случае первичного вхождение? Ну, если позволите, я свой пример приведу. Например, когда мы говорим «кошка-муська-сера», это включает в себя высказывание или пропозицию «кошка-муська существует». И мы получаем уже сложную пропозицию, состоящую как минимум из двух простых. Если я говорю «нынешний король Франции лыс», это пример уже Рассела. Это влечет, что нынешний король Франции существует. Так, отрицанием пропозиции «нынешний король Франции лыс» не будет пропозиция «нынешний король Франции не лыс». Если под ней подразумевается, существует такой человек, как король Франции, и этот человек не лыс. Правильное отрицание «либо не существует такого С», «либо С не лыс». Для С мы подставили вместо определенной дискрипции. Либо не существует такого С, либо С не является реально лысым. Везде, где встречаются дескриптивные фразы, есть возможность двойственного отрицания. Мы всегда в случае наличия дескриптивных фраз можем отрицать либо то, так скажем, реальное на уровне первичного вхождения свойство, которое мы и приписываем, либо отрицать существование соответствующего объекта, к которому мы приписываем данное реальное свойство. В силу этого, конечно же, существование не может быть свойством. Определенные дискрипции не могут быть субъектом высказывания. Если мы высказывания трактуем в традиционном смысле, у нас есть субъект, есть предикат, С есть П или С не есть П, определенные дискрипции не могут быть субъектом высказывания в этом понимании. И поэтому существование не может быть свойством, которое мы приписываем или которое мы отрицаем. Мы говорим, допустим, что химер не существует. Это правильно, но неправильно анализировать данное высказывание. Пропозиции здесь не будет пропозиции вида С есть П. анализ дает нам более сложную картину, а именно, по крайней мере, две должны быть. У нас конституенты нашей пропозиции, которые обозначают конкретные факты. вы можете утверждать определенное такое-то и такое-то существует, подразумевая, что существует как раз одно С, которое имеет данные свойства. Но когда вы представите С, имя обладающее, вы не в состоянии сказать о таком С, что оно существует, поскольку это бессмысленно. Это не ложно, но вообще не имеет никакого значения. Если вы представляете, значит, это С, даете этому С имя, то вы получаете и не истинное, и не ложное, заменяя дескрипцию подобным именем, а вы получаете нечто, что вообще не имеет никакого истинностного значения. Ну и вот на странице 190 Рассел говорит очень красиво, мне это нравится. Вот он говорит так. «Поэтому индивидуумы, имеющие место в мире, не существуют». Во как. Или скорее бессмысленно говорить, что они существуют, и бессмысленно говорить, что они не существуют. Индивидуумы обозначаются и именами, но как только даны нам имена, как это следует из предшествующего, любой разговор о существовании превращается, мягко выражаясь, в бред. Рассел это выражает очень красиво, поэтому индивидуумы, имеющие место в мире, не существуют. Ну или уточняют, что это значит, или скорее бессмысленно говорить, что они существуют, и бессмысленно говорить, что они не существуют. В логике существует очень много разновидностей, неполных символов, то есть мы не должны зацикливаться на дискрипциях, тем более на определенных дискрипциях. И эти самые неполные символы являются источниками многих недоразумений и ложной философии. Эти самые неполные символы, они вводят людей в заблуждение, в заблуждение грамматикой. Мы начинаем работать с этими неполными символами по правилам обычной грамматики и получаем чушь. Неполные символы, некоторые из них Рассел перечисляют, дискрипции, классы, отношения, отношения взятые в расширенном смысле и так далее. Все это логические фикции. И дискрипции, и классы, и отношения. Ну и очевидно, что логическими фикциями являются такие выражения, как столы, стулья, Сократ и так далее. Все это тоже логические фикции, потому что это на самом деле дискрипции. Ну, в случае Сократа это определенная дискрипция, в случае Столов и Стулев это не определенные дискрипции. И все это логические фикции. Большинство из логических фикций представляют из себя либо классы, либо ряды, либо ряды классов. И поэтому то, что дискрипции ничего не обозначают, определенные дискрипции ничего не обозначают на самом деле, это просто общая характеристика неполных символов. Просто общая характеристика неполных символов. Ну вот это краткое рассмотрение главы шестой дискрипции неполные символы. Следующая глава называется Теория типов и символизм классы. Но надо сказать, что Рассел к сожалению не так детально развивает свою теорию типов и теорию символизма. как в предыдущих главах. Потому что он в начале седьмой главы отвечает на возражения своих слушателей, поясняет некоторые моменты и до типов и символизма дела доходят, но в не том объеме, который хотелось бы. Сначала он поясняет, уточняет для слушателей то, что он ранее сказал. Давайте начнем с этого. Мы говорим о пропозициональной функции, что она является возможной, когда имеются случаи, при которых она является истинной. И интересный момент Рассел утверждает, но я настаиваю, что традиционное употребление слова «возможно» производно посредством логической обработки от этого понятия, от понятия возможности пропозициональной функции. Это очень интересно и очень важно. Например, сейчас немножечко исправлю так. Возможно завтра будет дождь. Здесь, как вы видите, возможно используется в обычном нашем понимании соответствующей модальности. Завтра будет дождь относится к классу пропозиции, говорит Рассел. Наверное, лучше, если бы Рассел сказал, что завтра будет дождь, а это пропозициональная функция. Можно сказать, что относится к классу пропозиции. И Рассел строит следующую конструкцию. Дождь идет в момент времени Т. Нам неизвестно, будет дождь или нет, когда мы говорим дождь идет в момент времени Т. Нам неизвестно, будет дождь или нет. плюс нам известно, что какое-то значение данной пропозициональной функции дождь идет в момент времени Т является истинным. И поэтому-то обычная модальность возможности является некоторым производным от утверждения, что данная пропозициональная функция дождь идет в момент времени Т является возможной. Вы не должны говорить о пропозиции просто, что она возможна, но скорее, что она является возможной в отношении такого-то в отношении или такой-то лучше сказать такой-то и такой-то конституенты. Когда я говорю, что пропозициональная функция является возможной, подразумевая существование случаев, в которых она является истиной, я сознательно использую слово «возможно» в необычном смысле. Но, как мы видели, этот необычный смысл, который Рассел привносит, он определяет и обычный смысл понятия модальности «возможно». Почему он использует необычный смысл, относящийся к пропозициональной функции, которая возможна? Потому что Рассел объясняет просто не находит другого слова, кроме слова «возможно» для разговора о пропозициональной функции в соответствующем контексте. Рассел также поясняет здесь свое утверждение, что мы должны абстрагироваться от глагольных форм в отношении от временных форм глагола применительно к существованию. Почему мы должны абстрагироваться от существовала или будет существовать. и он говорит, что это вовсе не то, что подразумевает ортодоксальная метафизика и ортодоксальная теология, которые озабочены некоторой вневременной реальностью. Рассел с этим не согласен. И в общем-то фраза «бытие во времени» вполне удовлетворительна. Смысл термина существования можно интерпретировать не только вневременным способом, как то происходит, например, в математике, в аксиомах существования, но и более широко, включая обычные употребления термина существования, которые завязаны на время. И используется также в обычном словоупотреблении такой разговор о существовании, как в смысле того, что существовать значит не быть фантомом, образом и универсалией. Рассел призывает здесь нас к строгости и точности в разговоре о фантомах, образах и универсалиях. И он отмечает, что фантомы и образы находятся на другом уровне, чем универсалии. Забегая вперед, можно сказать, что к киному типу относятся. фантомы и образы ближе к уровню существования обычных объектов. И от обычных объектов они не очень отличаются, фантомы и образы. Они отличаются главным образом своими корреляциями. Корреляции реальных объектов, заданной физикой, а вот корреляции образов и фантомов они не задаются физикой. Однако, отмечает Рассел, это не повод отрицать существование образов и фантомов. Вы спросите, что такое? Неужто Рассел серьезно говорит о фантомах? Как он понимает фантомы и в чем они отличаются от образов? Фантомы отличаются от образов главным образом тем, что они не только воображаются, но и сопровождаются убеждением. Фантомы есть галлюцинации. И в этом смысле фантомы также реальны, но утратили обычную корреляцию с миром. Как уже говорилось с задаваемой физикой. Однако это не повод не заниматься фантомами и образами как очень интересными объектами, находящимися на ином, чем индивидуальные физические вещи, уровни. Далее Рассел переходит к универсалиям. И он строит забавную конструкцию высказывания, что индивиды не являются универсалиями по Расселу строго бессмысленно. Сказать, что индивиды не являются универсалиями, это значит нести какую-то чушь. это что-то строго бессмысленное. Равно бессмысленно говорить, что индивиды являются универсалиями. Являются универсалиями. Вот для чего значит нужна эта самая иерархия, где мы выделяем различные типы. Нам запрещено говорить о том, что индивиды не являются универсалиями. Равным образом нам запрещено говорить, что индивиды являются универсалиями. Все это строго бессмысленно, так как индивиды и универсали расположены на разных уровнях. И в общем-то мы можем говорить о существовании универсалий, используя ту самую логическую грамматику, которая Расселом излагалась. И насколько я понял, главное отличие в области философской грамматики связано с заданием области определения переменной в пропозициональных функциях при разговоре об индивидах и при разговоре об универсалии. Ну и наконец-то Рассел переходит к теории типов и символизму. Он начинает с того, что объясняет банальную истину, что индивидов имеющихся в нашем универсуме необходимо меньше, чем классов. То есть мы можем легко доказать, что индивидов меньше, чем классов, поскольку мы можем строить выборки из набора наличных в мире индивидов различными способами и мы получаем 2 в степени n число классов в то время как индивидов наличных в мире число n 2 в степени n больше, чем n. поэтому классов всегда больше, индивидов в универсуме или вещей в мире или еще как-то иначе. Ну и очевидно, если классов больше, чем вещей в мире или индивидов в универсуме, то разговор о классах должен отличаться по смыслу от нашего разговора об индивидах. Затем Райсел приводит парадокс класса всех классов и главный вывод, который он делает из этого парадокса в данной работе заключается в том, что символ для класса является неполным символом, аналогичным тому, как то было для дескрипции и для определенной дескрипции. Если высказывание о классах должно быть значимым, а не чистым вздором, абсолютно необходимо, чтобы его можно было перевести в форму, которая вообще не упоминает никаких классов. Вот. Всякое значимое высказывание о классах должно быть переводимо в форму, в которой вообще ничего не говорится никаких классов. А выражение, что некоторый класс является или не является членом самого себя, оказывается выражением непереводимым, высказыванием непереводимым в требуемую форму, когда никакого разговора о классах не должно выйти в победе. Ну и после этого он переходит, Рассел переходит к парадоксу лжеца и парадокс лжеца используется опять же для подтверждения точки зрения Рассела, подтверждения того, что общность любой разновидности Рассел обобщает любой разновидности не может быть членом самой себя. Последнее применимо и к тому, что мы говорим о классах и из этого всего следует, что мы должны построить некоторую иерархию классов и Рассел ее строит. У нас есть класс индивидов это первый уровень класс классов второй уровень вернее класс класс классов индивидов это второй уровень далее класс классов классов индивидов и так далее. И в рамках любого заданного типа наибольшее кардинальное число существует но вы всегда способны получить большее число переходя к следующему типу. ну если мы говорим о так называемом реальном существовании то по Расселу мы должны это относить только к первому типу существуют индивиды классы значит индивидов у нас имеется но при переходе к другим уровням мы должны говорить о логических фикциях класс классов индивидов это уже логическая фикция класс классов классов индивидов логическая фикция ну вот например если я правильно Рассела понял столы и стулья являются логическими фикциями потому что они относятся к классу классов классу классов стол является значит классов некоторых данных выступающих в качестве индивидов ну или некоторых универсалей которые трактуются нами как индивиды и образуют там либо стол либо стул столы и стулья это логические фикции на уровне как я понимаю если я правильно понимаю Рассела класса классов говорить о классах это то же самое что говорить о пропозициональных функциях пропозициональная функция иногда является истиной это то же самое что класс имеет члены но есть некоторые оговорки в каком смысле это то же самое какие оговорки мы можем строить экстенсиональные высказывания о функциях которые остаются истинными когда вы подставляете любую другую формально эквивалентную функцию тогда да тогда вы можете вполне заменять функции классами однако возможно не экстенсиональное употребление ну например функция х человек уже видимо не экстенсионально если я правильно понял Рассела она включает понятие человечества вот а когда мы берем такую функцию как х есть без первая двуногая мы работаем на уровне экстенсиональной функции ибо поэтому значит в силу неэкстенсиональности функции х человек мы не не можем построить тождество классов применительно к человек и без первая двуногая кроме того значит в случае классов у нас возникают некоторые проблемы такие как проблема нулевого класса как его можно рассматривать нулевой класс на экстенсиональной основе непонятно и проблема единичного класса совпадают ли единичные классы с собственным членом очевидно что нельзя сказать что класс совпадает с собственным членом в общем смысле потому что мы можем допустим иметь класс классов в котором только один класс но этот один класс может иметь много членов и когда мы говорим что класс становится членом самого себя мы получаем серьезные затруднения ну и Рассел отмечает что теория типов на самом деле является теорией символов а не теорией вещей строго говоря наименование может быть только в отношении индивидов в том смысле в котором существуют индивиды вы не способны говорить об истинности или ложности существования чего либо еще слово существует обладает бесконечным числом разных значений которые следуют различать вот и после этого в данной главе идет дискуссия в физическом мире отмечает Рассел в ходе дискуссии классов не существует есть индивиды но не классы интересная трактовка физики все эти высказывания о существовании за рамками существования индивидов являются высказываниями о символах они никогда не относятся к самим вещам и должны иметь дело с типами с типами вещей вы вы можете прийти к вещи на которые нацелены только посредством надлежащего типа символа достигающего ее подходящим способом вот ну и как бы на этом если я что-то пропустил извиняюсь глава седьмая заканчивается и глава восьмая экскурс в метафизику что это такое мне кажется выходит за рамки изучения философской грамматики и она имеет более узкий смысл Рассел объясняет свою позицию почему значит столы и стулья например не являются индивидуальными как соотносится психическое и физическое на основе нейтрального монизма и другие вещи уже используя эту философскую грамматику как инструмент но позвольте мне на этом закончить мне кажется самое интересное то что в выбранном отрывке относится к главам пятой шестой и седьмой где выражена философская грамматика о которых я вам попытался насколько смог рассказать спасибо за внимание какие могут возникнуть вопросы спасибо дмитрий владимирович если можно у меня есть одно какое-то такое соображение сопутствующие и один вопрос по тексту я бы я бы написала пожалуйста вот по поводу рассловской трактовки модальности возможно и необходимо ну да трудно было не заметить что она несколько необычна будучи имея знакомство с современной модальной логикой и вот я подумала что рассловскую трактовку можно было бы обобщить так чтобы она включала в себя ставшая традиционным в современной философии понимание модальностей если мы включим в пропозициональную функцию еще один параметр а именно возможный мир правда тогда у нас будет провисать отношение достижимости между мирами но мы можем сказать что у нас отношение достижимости таково что каждый мир достижим из каждого и тогда у нас будет модальная логика с 5 и тогда у нас тогда мы можем сказать что действительно возможной является та пропозициональная функция которая удовлетворяется для некоторых значений переменных в некотором возможном мире которые по умолчанию являются достижимы вот ну да это соображение теперь вопрос значит вопрос по тексту по странице 193 в русском переводе значит про львов первый абзац который начинается на этой странице речь идет о значении фразы львы существуют написано значит говоря львы существуют я не имею ввиду то же самое как если бы сказал что львы возможны поскольку когда вы говорите львы существуют последнее подразумевает что пропозициональная функция х лев является возможной в том же смысле что львы есть тогда как если вы говорите львы возможны последнее вообще является другим типом высказывания не подразумевающего что случайно индивидуальное животное может быть львом, но скорее, что вид животного может быть видом, который мы называем львы. Вот это последнее предложение. Вид животного может быть видом, который мы называем львы. Мне вполне непонятно. Я смотрела по английскому тексту, там написано, в общем, то же самое, так что переводчик здесь не соврал. И как я могу это понять? С точки зрения современной теории типов можно было бы сказать, что тут имеется в виду, что львы это тип. Но ничего не говорится о том, является ли этот тип пустым или он имеет хотя бы одного представителя. Но я не уверена, что эта трактовка была бы здесь уместной. Вот какие у других есть соображения на этот счет? Так, значит, с одной стороны мы имеем пропозициональную функцию. Х есть лев, которая является возможной. С другой стороны мы имеем некоторое, так сказать, обычное употребление львы возможной. Ну, вот мне кажется, загвоздка как раз с трактовкой вот этого обычного употребления. Что значит, львы возможны? Так. Ага. Х есть лев. А ведь я где-то вроде бы рассматривал, да, что-то подобное. Другой только пример. пример. Сейчас я найду его. Вот, вот. Другой пример. Возможно, завтра будет дождь. Так. И мы строим пропозициональную функцию. Дождь идет в момент времени t, которая является возможной. Так. А в случае львов, какую мы пропозициональную функцию должны построить? Дождь идет в момент времени t и заявить, что данная пропозициональная функция является возможной. Как я понимаю, здесь он говорит, что его трактовка, вот эта, его формализация, значение слово «возможный», она в данном случае соответствует обыденному значению слова «существует» применительно к индивидам. То есть львы возможны в понимании Рассела означает, что пропозициональная функция x есть лев, иногда является истинной. То есть существует хотя бы один объект, относительно которого она выполняется. Нет? Я понимаю, что я прервал? Нет. Возможное соответствует существующему только применительно к возможным пропозициональным функциям. Но не применительно к обыденному употреблению. В обыденном употреблении, когда мы говорим о возможном, мы не устанавливаем корреляцию с существующими. Вот-вот, я об этом и говорю. Я говорю о том, что мы должны построить пропозициональную функцию только тогда, когда мы имеем в виду слово «употребление» по Расселу. А если мы имеем в виду обыденное употребление, мы должны как-то иначе его интерпретировать. Ну вот Рассел говорит, что корреляции с существующим у выражения «Львы возможны» не имеется как раз. А корреляция с существующим имеется лишь в случае пропозициональной функции. Но не у выражения «Львы возможны». Да, да, я так и сказала, что пропозициональная функция «Х есть лев» является возможной в слове употребления Рассела. Здесь это то же самое, что сказать, что «Львы существуют». Да, в обычном слове употребления. Но в обычном слове употребления «Львы существуют» не эквивалентно «Львы возможны». Да, да, да. Вот, и в обычном слове, то есть относительно обычного слове употребления слова «возможен», он пишет вот эту вот загадочную фразу, что вид животного, сейчас, секунду, может быть видом, который мы называем «Львы». Что бы это значило? Можно мне уточнить для начала? Верно ли я понимаю, что у Рассела всякая пропозициональная функция определяет класс? Так. Ну, существует эквивалентность между пропозициональными функциями и классами в случае экстенциальности. Вот. И то есть, когда мы говорим, что «Львы существуют», мы имеем в виду, что пропозициональная функция «Х является львом» является возможной. То есть, быть возможным – это второпорядковое, скажем так, свойство, которое применяется к классу. И оно предполагает, что класс является заселенным. То есть, есть некоторый класс львов, и там есть какие-то элементы в этом классе. Когда мы говорим, что львы возможны, то у нас уже здесь мы говорим как бы не о том, что есть некоторый класс, и в нем имеются элементы. Мы имеем в виду, что в принципе мы можем задать некоторый класс, но мы не можем сказать, заселенным или нет. Ну, это аналогично тому, что я предположила вначале, что в терминологии современной теории типов в обычном словоупотреблении высказывания «Львы возможны» означает, что «Львы есть тупо». Но он может быть и пустым. Правильно? Ну, мне кажется, так. Может быть и так. Я затрудняюсь, чтобы сказал здесь. Раз. А еще у меня есть одно забавное чисто лингвистическое соображение. Вот в самом начале он говорил, значит, он пояснял свое употребление слова «возможный» по отношению к пропозициональной функции на примере «Сократ смерти». Он говорил, что, значит, «Сократ смерти» назначает пропозициональную функцию. «Т» есть момент времени, в который «Сократ» умер. И что эта пропозициональная функция иногда является истинной. То есть что там где-то в прошлом, настоящем или будущем такой момент времени присутствует. Значит, так вот, самое странное, что именно применительно к этому примеру, если мы, значит, именно так интерпретируем выражение «Сократ смертен», тогда получается не то, что «Сократ, может быть, умрет», возможно, умрет в какой-нибудь день, а что такой день точно наступит. То есть получается, что «Сократ» необходимо, а невозможно, смертен. И как из этого затруднения выйти, я не знаю. Я не вижу затруднения. «Сократ смертен», но можно трактовать, как «Сократ необходима смертен». Получается тогда, что этот пример вовсе не подходит для того, чтобы… Нет, почему? Говорите о возможности. Если мы говорим о возможности, понимая ее в том специфическом смысле, который придает Рассел, как то, что пропозициональная функция возможна, то, мне кажется, все в порядке. Мы не говорим напрямую о тех возможностях и необходимостях, которые нам более привычны. Ну да, непонятно, в какой момент возникает вот эта двусмысленность, почему возможность превращается в необходимость путем применения анализа Рассова. Ну, когда мы говорим, что некоторая пропозициональная функция является возможной, мы утверждаем существование тех, значит, индивидов, которые являются конституентами соответствующей пропозиции, если я не наврал. Мы просто утверждаем существование. Говорят, что пропозициональная функция возможна. Ну вот смотрите, если взять другой пример. Возможно, завтра будет дождь. Рассел его интерпретирует следующим образом, как, опять же, значит, пропозициональная функция, там, х есть день, в который идет дождь, иногда является истиной. То есть мы знаем, что в некоторые дни дождь идет. Однако, в отличие от примера с Сократом, мы не знаем доподлинно, что в какой-нибудь из дней дождь пойдет обязательно. Ну, то есть, не знаю, может быть, и знаем. Но может же случиться так, что вот мы знаем, что он мог бы пойти, но так и не пошел. То есть мы можем находиться в таком мире, где всю обстоятельств дождя так и не было. А вот Сократ, то, что он умрет, это нам заранее известно. Возможно, означает, что, по крайней мере, одно, а может и большее значение пропозициональной функции выполняют соответствующую пропозициональную функцию. Возможно, обозначает, что имеется, по крайней мере, одно выполняющее. То есть, возможно, Рассел – это не то возможно, которое мы используем. Хотя Рассел настаивает на том, что то возможно, которое мы используем, можно вытянуть из того необычного возможного, о котором он говорит. По крайней мере, в одном случае истина – это значит возможно. И из этого мы можем якобы извлечь и нашу обычную возможность. Ну, то есть, получается, что если по Расселу мы анализируем предложение «возможно, завтра будет дождь», то мы должны сказать, что дождь все-таки пойдет, если не завтра, то в какой-нибудь из дней. Ну, да, по крайней мере, одно значение этого Т должно выполнять функцию «дождь». Или «дождь идет», или как, не знаю, лучше сказать. По крайней мере, в один из моментов времени дождь должен идти. Если мы и говорим, что пропозициональная функция, «дождь» там идет, возможно. Ну, здесь надо построить пропозициональную функцию, и я ТВ выпросил, значит, его прицепить. Дождь идет. По крайней мере, в один из моментов времени. Эта переменная ТЭП выполняет функцию «дождь идет». Ну, пропозициональная функция, возможно, это не то же, что «дождь» возможен. Пропозициональная функция, возможно, там, где существует такой объект, как «дождь». Если «дождь» можно рассмотреть как особый объект. То есть, получается, что мы можем, ну, несколько погрешив против языка, сказать, что «дождь» возможен в анализе Рассела, означает, что существует такой день, в котором… Точнее, так, да, что существует хотя бы один дождливый день, и дождь существует хотя бы в один из дней. Ну, хорошо бы расписать вот эту функцию, где у нас есть и «дождь», и есть Т переменная, которая делает этот самый «дождь» зависимым от времени, и утверждение, что эта пропозициональная функция возможна эквивалентно утверждению, что данная пропозициональная функция выполнима, по крайней мере, для одного значения – Т. хорошо бы это, конечно, все расписать, может быть, тогда станет яснее, и как это соотнести с нашим обычным, с нашей обычной трактовкой возможности. Я не исключаю, что, может быть, даже мы выйдем на понятие вероятности, наверное, легче от Расселовской возможности, которая… возможность пропозициональной функции, которая эквивалентна существованию некоторого объекта. Наверное, легче перейти даже к вероятностям. К вероятностям, если мы будем считать область… как-то просчитаем область значения переменной, Т, допустим. Может быть, как-то можно связать даже с теорией вероятности, будет Расселовскую трактовку, но не обыденную, не наше обычное понимание вероятности. Но затрудняюсь сказать, как это сделать. У меня еще был вопрос по поводу неозвученной части текста. Не знаю, стоит его задавать или нет. По неозвученной? Ну, я думаю, что имеет смысл, если вы немножко озвучите то, что не было озвучено. Ну вот, значит, по поводу нейтрального монизма он говорит, что я, говорит, не знаю, истинна ли эта теория или ложна. Я чем дальше, тем больше чувствую, что она истинна, но окончательных аргументов привести не могу. И, говорит, тем не менее, существует некоторое количество проблем. Вот на странице 215 он упоминает об этих проблемах. Значит, говорит, одна из них связана с вопросом об убеждении, другая с разновидностью фактов, включающих два глагола. Если такие факты существуют, это, я думаю, может доставить нейтральному монизму достаточные трудности. Но, как я указывала, есть теория, называемая бихевиоризмом, которая логически связана с нейтральным монизмом. А эта теория вообще обходится без фактов, содержащих два глагола. И, следовательно, устраняет аргумент против нейтрального монизма. И дальше он упоминает аргумент от эмфатических индивидов, таких как «это», «теперь», «здесь» и тому подобных слов, которые не очень легко, по моему мнению, согласовать с точки зрения, которое не проводит различия между индивидом и опытом этого индивида. Значит, что касается вопроса об убеждении, как я понимаю, он здесь имеет в виду, что это как раз вопрос о том, вопрос о непрозрачности вот этих вот велиф-контекстов, которые, в частности, про Георга IV, там, правда, два, значит, две пропорциональных установки подряд используются «желал» и «знать». Но мы можем модифицировать слегка пример, сказать, что Георг IV не знал. И тогда у нас будет всего одна пропозициональная установка. И, тем не менее, она будет уже все равно непрозрачной для замены. Вот. Значит, что касается фактов, включающих два глагола, и что касается аргумента от эмфатических индивидов. Мне бы хотелось, если кто-то знает, о чем идет речь, услышать, что это за такие трудности для нейтрального монизма. Ну, я честно признаюсь, что не знаю об этих аргументах. И здесь, видимо, нужно как-то поднимать дискуссии во времен Бертрана Рассела, как-то знать историю тех споров метафизических, которые велись. В значительной степени поэтому я не стал рассматривать экскурсию в метафизику, а ограничился философской грамматикой. К сожалению, не могу вам представить эти аргументы. Так, ну, если вопросов и дополнительных соображений нет, может быть, тогда на сегодня завершаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!